В Кировском районе прошли торжественно-траурные мероприятия в честь Дня памяти жертв блокады Ленинграда. Ветераны, жители осажденного города, ученики школ, а также представители районной администрации возложили венки и цветы к монументу маршала Говорова на площади Стачек. Возглавил колонну глава администрации Кировского района Сергей Иванов. Цветы возлагают от администрации Кировского района Санкт-Петербурга. Для ветеранов и жителей блокадного Ленинграда эта дата всегда означает возвращение в прошлое. В те страшные, но героические 872 дня. Со слезами на глазах они вспоминают, как ленинградцы защищали город и пытались выжить. Я была ребенком, но некоторые эпизоды из жизни в блокадном городе я очень хорошо помню. Я помню тот скудный хлебный паек, который мама разрезала на кусочки, а мы с братом сидели и держали во рту указательный палец, чтобы он был мокрый, потому что образовывались крошки, и кто из нас первый схватит эту крошку? Это как бы была дополнительная еда. Наилучший способ почтить память наших героев, героев нашей страны, это не только возложение цветов, но и возможность ребят пообщаться с ветеранами, услышать их истории, помочь им, поддержать. Для них это очень тяжелая дата, все воспоминания, и эмоциональная поддержка молодежи тоже очень важна для них. Учащиеся Кировского района в качестве волонтеров всегда с радостью помогают старшему поколению, поддерживают и прислушиваются. А Младежный совет при главе администрации Кировского района бережно хранит историю родных мест и активно делится ей со школьниками. Нарвские триумфальные ворота, весь период блокады, весь период войны стояли неукрытыми, не зашитыми в деревянный саркофаг. Они так же, как и памятники величайшим полководцам Суворову, Кутузову, Барклаю-де-Толли, служили символом мужества. И всю войну напоминали о том, что мы выстоим и что мы победим. Да, получили огромное количество повреждений, все это было устранено во время реставрации уже после военный период. В возложении принял участие специальный гость, внук маршала Говорова Алексей. Как потом к знаменитому участнику войны, он считает, что старшее поколение просто обязано прививать каждому последующему в нашем городе патриотизм и любовь к великой истории Петербурга. Работать с молодежью надо в обязательном порядке. Здесь должна быть и работа семьи, это должна и работа быть школы, потому что, ну, мое мнение, недостаточно тех уроков истории, которые сейчас проходят в школе. Это должны быть какие-то факультативы, часы, посвященные походам в музей. Вот если брать петербургскую молодежь, я считаю, она просто обязана знать все про блокаду Ленинграда. Возложения и акции памяти прошли 8 сентября по всему Кировскому району, в том числе традиционно и у монумента героическим защитникам Ленинграда на Площади Победы. Продолжение следует...